Мир автомобилей мало чем отличается от мира людей. Как и у нас, у них встречаются парадоксы, существуют свои аксиомы, а иногда случаются и оксюмороны. Толковые словари определяют аксюморон как сочетание слов с противоположным смыслом или сочетание несочетаемого. Ярким примером аксюморона можно назвать фразу «горячий снег» или «обыкновенное чудо». «Обыкновенное чудо» или «четырехдверное купе». В феврале 2014 года в России стартовали продажи пятидверного хэтчбека BMW 4 серии, название которого, тем не менее, прямо указывает на его родственную связь с двухдверным купе. Четвертая серия Grand Coupe сохранила те же пропорции, что и двухдверная версия, за исключением высоты потолка, поэтому показателю пятидверка лидирует на 3 сантиметра. Откровенно говоря, автомобили в классе купе всегда создаются для комфорта водителя и переднего пассажира. Это очень эгоистичные автомобили. В четвертой серии Grand Coupe мы получили дополнительную пару дверей, но никаких иллюзий испытывать не нужно. Эти двери все равно служат для создания комфорта водителя и переднего пассажира. Теперь им не придется выпрыгивать из автомобиля каждый раз для того, чтобы впустить или выпустить кого-нибудь на галерку. Как бы ни старались маркетологи BMW отнести данную модель к классу пятидверных кэтчбеков, безрамные стекла прямо указывают перед нами купе. Теперь посмотрим, каково это быть пассажирам заднего дивана Grand Coupe. Первое, что нужно отметить, это ширина дверного проема для задних пассажиров. Она скорее достаточная, чем комфортная для того, чтобы сюда поместился человек, чей рост средний или чуть выше среднего. То же самое можно сказать и о высоте потолка. Эргономика заднего дивана вот здесь действительно комфортна. Посмотрите, обратите внимание, ноги не провисают. Эргономичная форма заднего дивана говорит о том, что здесь, в этом месте, можно сидеть часами и путешествовать довольно далеко. Из комфортных функций нужно отметить климатическую установку, которая подает сюда теплый или холодный воздух. Это мы можем регулировать здесь, находясь на заднем диване. Также мы можем регулировать интенсивность подачи воздуха. Дефлекторы регулируются вертикально и горизонтально. И каждый из пассажиров дивана имеет свой собственный подогрев пятой точки. Если посмотреть на переднее сидение, оно настроено как раз под меня. Расстояние до ног не сказать, что колоссальное, но очень достаточное для комфортного размещения. Вот здесь действительно ощущаешь себя скорее пассажиром. Если не седана, то точно хэтчбэка ничего не говорит о том, что мы в салоне купе. Поскольку данный автомобиль подходит для семейного использования в большей степени, чем его двухдверная версия, нужно обратить внимание на систему крепления детских кресел Isofix. В данном случае она чрезвычайно по-немецки продумана. Обычно мы проминаем подушку дивана в поисках металлических петель крепления, но здесь мы получаем чрезвычайно комфортные направляющие пластиковые шахты. Поскольку мы договорились считать данную версию автомобиля практично семейной, познакомимся с багажным отсеком. Мы уже несколько лет активно используем бесконтактный способ доступа в багажник. К примеру, вы с паклажей, ваши руки заняты, стоите перед багажником вашего автомобиля. Легкое движение ногой и крышка багажника открывается как по волшебству. Согласитесь, очень удобная функция проблемы начиналась в другой момент, когда вы забирали свои вещи из багажника. Раньше вам приходилось все равно тянуться к этой кнопке, чтобы ее закрыть. Сейчас инженеры компании решили и эту проблему. Крышка закрывается также по мановению ноги. Багажник Гран-Купе 4-й серии имеет правильную прямоугольную форму. Здесь мы найдем фиксирующие сетки в нишах, крючки для сумок, розетку и петли для крепления напольной сетки. Автомобиль оборудован резиной Ram Flat, позволяющей продолжать движение и после прокола. И потому запасное колесо здесь не предусмотрено. На его месте располагается система для хранения мелких вещей. Общий объем багажника 480 литров, что на 35 литров больше, чем в двухдверном купе. Спинка заднего дивана складывается в пропорции 40 на 20 на 40, увеличивая общий объем багажного отсека до 1300 литров. Можно бесконечно долго восторгаться внешним видом, пропорциями и атлетичностью этого автомобиля, но BMW мы любим не за это. А любимый BMW, конечно, за драйв, за эмоциональность в движении этих автомобилей. Но прежде чем мы испытаем наш сегодняшний тест-кар в деле, я бы хотел сказать несколько слов об эргономике. Архитектура, эргономика, органы управления, все это хорошо знакомо именно по купе версии 4 серии. И первое, что ощущаешь, когда берешься за баранку, это отсутствие желания баранку отпустить. Вопрос, отчего производители автомобилей не могут взять на прокат, купить, украсть, в конце концов, BMW, для того, чтобы в точности скопировать эту баранку, ее эргономику, приливы и, главное, толщину. Еще нужно отметить, говоря о руле, это диапазон его настроек. Вертикальные, горизонтальные, их достаточно для того, чтобы развалился водитель за рулем, примерно как я. Вот сейчас я чувствую себя пилотом спортивного болида. Ноги практически вытянуты, при этом руки не вытянуты, как это обычно бывает при таком положении ног, а комфортно расположены на баранке. И в любой момент я могу совершать активные маневры. Это очень важно. Еще одна иллюстрация динамичности и драйвовости данного автомобиля – это количество оборотов от упора до упора. Посчитаем вместе. Один, два, два и один. Что-то около двух оборотов, как в лучших спортивных, тем не менее серийных автомобилях. Но, конечно, не мужское это дело сидеть и крутить баранку статичного автомобиля, а значит брать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, какой дух! Можно потратить колоссальное количество денег, более 100 тысяч рублей, на приобретение хорошей акустической системы для этого автомобиля. А можно этого не делать и просто наслаждаться звуком двигателя. Двухлитрового двигателя. Очень приятное впечатление. Очень. В нашем тесте участвует автомобиль с префиксом 428i X-Drive. А это значит двухлитровый бензиновый турбомотор, выдающий 245 лошадиных сил мощности и 345 нитонно-метров крутящего момента в паре с восьмиступенчатым автоматом. Максимальная скорость автомобиля – 250 км в час. Объем топливного бака – 60 литров, что позволяет проехать на одной заправке около 900 км. Автомобиль оборудован системой интеллектуального полного привода X-Drive, возможности использования которой несколько ограничены клиренсом в 145 мм. Конечно, в первую очередь BMW и не только у нас, но и в целом в мире любят за драйв, за эмоции и за руление. Наш автомобиль может адаптироваться по вашему желанию под любые дорожные условия. К примеру, вот сейчас мы едем в городе в довольно плотном трафике и можем выбирать один из четырех режимов движения – «Спорт плюс просто спорт, комфорт и эко-про». Я думаю, что в наших условиях как раз использование режима «эко-про» подойдет. Что мы получаем? Компьютер рассчитывает, насколько экономично мы двигаемся, и должен выводить результат, сколько километров пути мы сэкономили. Вот сейчас, за то время, пока я говорил эту фразу, мы уже сэкономили дополнительно 400 метров пути. Автомобиль переходит в режим «тотальной экономии». У вас кондиционер, климатическая установка переходит в режим экономии, музыка приглушается, электрооборудование начинает работать в экономном режиме. Поэтому данный режим нам не очень подходит, потому что мы все же тестируем автомобиль и хотим посмотреть, что он… Ох, извините, я только что случайно нажал «спорт» и молниеносно на педаль газа, клянусь, не нажимал на педаль газа. Обороты сами подскочили, как только я выбрал режим «спорт», но это пока нам не нужно. Мы выбираем режим комфортного движения. Ну, это, пожалуй, самый главный режим для городского использования автомобиля, когда все природно. Педаль газа отзывается предсказуемо, комфортным становится рулевое управление, комфортным становится подвеска, легко проглатывает лежащие полицейские стыки на эстакадах. Одним словом, хороший, качественный, добротный городской автомобиль. Теперь сейчас проедем туда, где ограничение скорости 80, а значит 100, и выбираем режим «спорт». На педаль газа не жмут, тут же подрастают обороты и тут же начинает ускоряться автомобиль. Здесь подвеска становится более резкой, и в целом автомобиль становится резким. Вот нажатие, и мы сразу получаем ускорение. Я отпускаю педаль газа, но двигатель все еще придерживает высокие обороты. Вот сейчас 4000, этого было 4,5. На тот случай, если вы вдруг решите снова стартануть, и чтобы у вас под педалью был молниеносный отпик. То есть автоматическая коробка передач, а у нас восьмиступенчатая, и четверка «Гран-Купе» комплектуется этой коробкой передач с этим двигателем уже в базе, и она не вызывает ни разу ощущения, что необходимо переходить на подрулевые лепестки. Да, они здесь есть, ими можно пользоваться, но коробка работает просто как часы. И по большому счету в режим «спорт плюс», сейчас я его активирую, переходить не нужно, потому что в этом режиме частично ограничено действие системы стабилизации. Ты в одном пакете получаешь сразу несколько характеров автомобиля. Приятно, что за это не нужно доплачивать отдельные деньги. Как правило, немецкие автомобили предлагаются в минимально достаточной комплектации. В базе вы покупаете платформу, двигатель и коробку передач. Все остальное предлагается в качестве опций. И здесь главное подобрать необходимые опции. Именно необходимым я бы назвал проекционный экран на лобовом стекле, куда поступает информация о скорости автомобиля, в дорожном знаке, в зоне действия которого вы находитесь, данные навигации и мультимедийной системы. Одна из самых полезных функций, дополнительных опций в автомобиле – это проекционный экран. И, честно говоря, глядя на те BMW, что я встречаю в городе, я удивляюсь, почему так немного людей оборудуют свои автомобили этой функцией. Возможно, именно потому что до конца не понимают, насколько это удобно и практично. Есть мощные автомобили, есть быстрые автомобили, есть мощные и быстрые автомобили, а есть BMW на руле. Потому что иногда возникает ощущение, что автомобиль подключен к мозжечку. Вот сейчас мы проходим дугу затяжную, вот так вот разворачиваемся, да? И автомобиль делает то, что я бы делал, если бы управлял автомобилем мозгом, а не руками, не через руль. Связь непосредственная. Абсолютно точно проходят повороты без паразитных подруливаний. Один поворот руля, один поворот дороги. Как правило, для создания яркого эмоционального эффекта в конце каждой автомобильной программы ведущая покидает машину, а затем и вовсе исчезает из кадра, оставляя зрителя один на один с главным героем программы. Но знаете, в случае с этим BMW, я, пожалуй, останусь и разделю удовольствие с вами.